Детское радио представляет Живой уголок Привет, дружок! Я доктор Добряков Вот уже много лет я лечу и изучаю самых разных животных А теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории Помнится, много лет тому назад я задал одному своему другу террариумисту совершенно нелепый вопрос Скажи, а что вот в этом тесном объеме? Змея или лягушка, они действительно чувствуют себя не хуже, чем на воле? Не ощущают ограничения пространства и не рвутся на волю? На что получил решительный ответ? Да ты что? Ей же здесь намного лучше, чем на воле Это сейчас я понимаю всю глупость своего вопроса А тогда я не сразу понял, о чем толковал мой друг Во-первых, действительно, змея, ящерица или лягушка порой всю жизнь проводят под одной корягой И вовсе у них нет желания странствовать по свету Во-вторых, чуткий хозяин заботится о том, чтобы его питомцы вовремя получали качественное питание в достаточном количестве И главное, вовремя Если зверь заболеет, есть кому лечить Если располнеет, есть кому позаботиться о питании Или наоборот, похудеет, есть кому откормить Красота! Нам бы с тобой так Но давай-ка сегодня разберем самый распространенный тип террариума Мы уже говорили с тобой о сухом, где живут представители жарких пустынь и степей А сегодня я расскажу о влажном террариуме Наиболее распространенном среди любителей, особенно начинающих Он представляет собой кусочек настоящих тропических джунглей Там все как в природе Достаточно сыро, не слишком светло И именно там обитают, пожалуй, самые эффектные звери Именно во влажных террариумах живут тигровые или сетчатые питоны Помнишь Каа из Маугли? Живут хамелеоны, игуаны, водяные агамы И очень красивые земноводные Вроде квакш или древолазов Вижу по лицу, что не сразу сообразил, кто это такие Квакши и древолазы – это такие лягушки, которые лазают по листьям трав, даже по деревьям И окрашены в такие яркие краски, что кажется, будто их выточили из драгоценных камней А знаешь, чем еще интересен влажный террариум? В сухом можно посадить среди камней разве что кактусы, агавы или другие засухоустойчивые растения Они называются суккулентами Зато во влажном легко развести целый сад с разноцветной листвой и яркими цветами Орхидеи, тилансии, лианы, папоротники Вот берем извилистую скрюченную корягу Устанавливаем ее вдоль задней стенки А в причудливое дупло сажаем какой-нибудь эффектный эпифит Знаешь, что такое эпифиты? Так называются растения, которые могут расти не только в почве, но и на деревьях или кустарниках Влажный террариум – это красота Единственный его недостаток – это довольно много времени, которое вам придется потратить на уход Вовремя убирать остатки пищи, загнившие части растений, менять чистую воду и бдительно следить за режимом температуры и влажности Как следить? Глазами На это есть специальные приборы – термометр, который ты иногда презрительно называешь градусником И гигрометр Гигрометр измеряет влажность, но не в градусах, как температуру, а в процентах Поддерживать нужный режим не так-то просто В настоящих джунглях тоже наблюдается заметная смена времени года Зима, лето, весна То дождь хлещет сутками и прохладно, то жара и не облачко на небе Когда погода плохая и нет еды, многие животные впадают в спячку, как наши медведи или ежи Вот почему обитатели террариума должны иметь в своем распоряжении периоды покоя Когда можно будет как следует выспаться, а проснувшись, всерьез заняться проблемами, связанными с продолжением рода Ведь размножить животное – это главная цель любого уважающего себя террариумиста Ну и еще одно очень важное достоинство влажного террариума заключается в том, что там можно расселить самых разных животных Правда, при этом следует учитывать и некоторые тонкости Помню, как я был потрясен, когда на моих глазах изголодавшаяся самая обыкновенная зеленая жаба Ну ты ее еще раз видел Пыталась проглотить скальную ящерицу, которая даже теоретически не могла поместиться у нее в пасти А если бы на ее месте была тропическая жаба-ага с суповую тарелку Или рогатая лягушка величиной с чайное блюдце? Страшно даже подумать, что бы произошло Сейчас продаются готовые террариумы Там можно даже поддерживать и температуру, и влажность в автоматическом режиме специальными приборами Но знаешь, дружок, для того, чтобы содержать в них живых обитателей Нужно очень много знать и уметь Прочитать книжки, статьи И, конечно, всегда советоваться с более опытными товарищами Или со своими родителями Так что, если что-то не ясно, никогда не стесняйся спрашивать До встречи, дружок! Живой уголок